Отвечать на комментарии надо как можно быстрее или есть примерно время в течении трёх часов. Друзья, чем быстрее вы отвечаете на комментарии, я рекомендую вообще за полчаса. Тем, это опять вы, ну вот все вопросы, чем хороши, они приходят вот сюда. Называется завоёвывание аудитории. Ну вот, давайте на примере, вы приходите, всё время, я всё время, когда у меня какой-то вопрос, я ставлю себя, меняю местами. Я прихожу к кому-то на канал, вижу хорошее видео и там человек говорит, друзья, задавайте вопросы, пишите вопросы под этим видео, а лучший комментарий мы поставим в закреп. Я сижу, пишу комментарий, понимаете, а потом формат такого плана, то есть пишу, пишу, пишу там, формулирую, отправляю, а его не то, что не закрепили, а его даже не лайкнули и не посмотрели. Что будет со мной? Я уйду с этого канала и, наверное, удалю свой комментарий. На примере, давайте, чтобы было проще, вот я всё время ученикам говорю на примерах. Есть такой бизнес-гуру, Игерман. Ну, я раньше от него фанател, потому что всё, что он не говорит, это прям круто, это прям про меня, да? И потом он, я купил там семинар, там у него там, пришёл туда-сюда, там всё-всё-всё, и он говорит, друзья, подарок вам, подарок мой Игоря Мана вам, если вы в течение там суток напишите мне вопрос свой, то я отвечу на него максимально подробно, может быть даже там по скайпу или туда-сюда, то есть я дам вам развернутую консультацию. Я, клянусь, я сидел с двенадцати ночи до семи утра, формулировал вопросы, проблему свою, получилось красиво, перечитывал, переписывал туда-сюда, отправил, через две недели приходит ко мне письмо шаблонного характера, которое звучит так, Александр, большое спасибо, но, к сожалению, у меня нет времени, но для вас, как моего бла-бла-бла-бла-бла-бла, я найду время на завтрак. Кстати, я завтракаю в этом ресторане там, средний завтрак там, допустим, двести евро и две тысячи евро за час консультации, приходите. Всё. Кто я? Я вот чувствую себя, вот если бы не было этих вот продажи этой в лоб, я понимаю мыслью, что из ста дебилов десять купит эту консультацию в две тысячи евро, понимаете? Потому что они ждут какой-то волшебный, но у меня как будто кусок там, не знаю, вылили на меня там, понимаете? И я потом стал прислушиваться к его семинарам и понимаю, что там всё одно и то же. Постоянно одно и то же, один и тот же анекдот, один и тот же сценарий, одни и те же вопросы из зала, трэш. И одна и та же продажа своих книг. И я потом уже просто перестал и другим начал говорить. У меня есть аудитория, я им говорю, что Манн, это просто балабол. И показываю на фактами, да? То есть вот тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын, ну такие, инфо вот такое. То есть почему? Потому что действительно он издатель хороший, книжки Иванов, Марвел и Фербер замечательные, но он пересказывает эти книжки и вот сам ничего не понимает. Ну это моё личное, это сугубо моё личное мнение.